Сегодня, 2 января 2019 года, и ощущение праздника с нами, и мне хочется рассказать о подарках, которые мы с мужем подготовили и буквально завтра подарим, потому что, ну какой праздник без подарка? И получается, что 31 декабря мы съездили в поселок Вербилки, Московская область, в очередной раз, и, как нам кажется, подобрали удачные подарки для наших близких людей. А в нашей семье с прошлого века есть такая вот, такой предмет, три предмета фарфорового завода, Ленинградского фарфорового завода. Это куплено было, наверное, где-то в 1959 году, и несмотря на то, что мы много переезжали и много чего оставляли в местах, ну где мы жили, так как не было возможности забрать с собой, вот это мы сумели сохранить, и вот этот предмет нас радует. И у этого фарфора вообще есть своя история, и когда кто-то приходит к нам в гость, дорогой человек, то мы подаем чай, угощаем чай, чаем из этого и рассказываем историю. Ну, я не буду рассказывать историю вот этого предмета, но факт в том заключается, или ценность, что этот подарок, дорог, был сделан в свое время с большим желанием, и мы его сохранили, и есть история. И, может быть, поэтому мы вот в качестве подарка, ну, не находим ничего другого, а тоже стараемся подарить что-то из предметов народного промысла. Почему? Потому что вот ощущается праздник, или будь то павлопосадские платки, будь то игрушка богородская, или климовская игрушка, или вербилки. В магазине улица Забырина, дом 1, который прямо на проходной фарфорного завода. И я там не снимала, потому что глаза разбегаются, там такое изобилие всего красивого, праздничного, яркого, теплого, шикарного, самого-самого разного, что в этот раз я не достала фотоаппарат, к сожалению, большому. Но, тем не менее, нам посоветовали, мы приезжали, я приехала с одним желанием, ну, вот нам посоветовали, я нисколько не жалею, в подарок приобрести такие чайные пары. Они называются кузнецовские, кузнецовские чайные пары. Вот это цвет опаловый, вербилки, ручная работа, на такой тоже предмет, салфеточка красивая, и блюдце. Я думаю, что это праздник, это чайная пара, праздник. Конечно, это и, здесь и традиции, здесь и уже современные технологии. Ну, и вы согласитесь, здесь труд и профессионализм, труд, профессионализм, талант вообще этого промысла вербилки. Красивая упаковка, красивая упаковка, которая нам рассказывает буквально следующее. Что, уважаемые друзья, вы держите в руках настоящее произведение фарфорового искусства и символ целой эпохи. Эпохи сильной российской державы, великих императоров, доблестных побед и расцвета художественных промыслов. Вы никогда не задумывались, почему фарфор издревле называют белым золотом. Еще три века назад он действительно ценился на вес золота. Покупать и дарить фарфор могли только привилегированные особы, приближенные к императорскому двору. Изначально секрет производства фарфорова был известен только в Китае. Но со временем его смогли разгадать умельцы из России, страны, которая известна своим талантами. И действительно замечательно, что мы можем не быть привилегированными особыми, но подарить, имея возможность подарить такие подарки. Потому что они действительно, мы их даем с душой, с желанием. И я думаю, что они людям принесут, нашим близким людям принесут радость и не будут вспоминать. Ну, вот, например, посмотрите, в советское время я встречала такую тарелочку декоративную на каких-то, ну, где-то вот встречала на кухнях у знакомых. И она меня всегда радовала. И я даже никогда не мечтала, что у меня такая будет. И когда я обратила внимание в магазине, то как-то вот сразу решила купить, это называется, плесунья, ручная работа. Вот такая вот, где, конечно, элемент наивности, но и замечательно, пусть будет. И к плесуньи, и к плесуньи промыслов, пилок, конечно, мы подобрали такого замечательного, да не там рядышком, прямо так и стоят. Это балалайк называется. То есть я предполагаю, что вот так будут радовать хозяев, когда они с работы придут и посмотрят на эти милые тарелочки и улыбнутся. Вот я, во всяком случае, такое ожидаю. И мне кажется, вот тоже к месту, такому большому человеку, доброму, благородному в подарок будут вот такие объемные, настоящие мужские бокалы. Сюда можно налить все, что хочется, и они напомнят о празднике. И вообще, это тоже традиция мануфортура Гартнер, выпускать вот такие большие бокалы. И надо сказать, что вот это вот называется царский рисунок. Царский рисунок. Ну, тоже о чем-то говорит. И меня многие годы не перест... Ну, вот я не перестаю удивляться, да и, наверное, никогда не перестану. И восхищаться, и удивляться таланту людей, которые могут создавать праздник своим умением, навыкам, желаниям. Вот нам, например, подарили в этом году такую накрывашку, такую тепляшку, такую вот вещь, которая... И автор, сам человек вышивал, потом все это вот так сделал, расшил, сидел за всем этим. И мы с нового 2019 года будем накрывать чайник. Кстати, мы его купили в прошлом году. Вербилки. Совершенно все приятно. Как-то по родному вот фарфор завода Вербилок ощущается. И вот мы будем накрывать и помнить, что 31 декабря нам подарили такую вот вещь, которая радует. И... А пить мы будем чай. Мы уже пьем и 31-го, и 1-го, и сегодня 2-го пили. Это вот пиалки простые, не уникальные, не ручной работы. Но так как я родилась и выросла в Казахстане, где чай – это традиция. Да, и в москвичи пьют чай. Ну, просто предпочитают чашки. Ну, а я предпочитаю чай пить и из чашек праздничных и простых повседневных. Ну, и не забывают пиалки. Потому что, ну, так вот сложилось, что в доме, где я росла, в нашей семье, так как мы жили в Казахстане, пили чай из пиалок. И вот хотелось бы завершить видео 2-го января 2018-го года вот этим ощущением радости праздника, который нам дает начало Нового года, чтобы это сохранилось. Все, кто посмотрит это видео и не забывал создавать себе праздник, когда подбирают подарок. Вот я нашла в настоящее время это фарфоровые изделия завода вербилок. Ну, я думаю, что кто-то, не обязательно, кто-то сам может сделать что-то замечательное и подарить своим близким людям. В Новый год с ощущением праздника, с возможностью организовать этот праздник. Пусть это будет в Новом году. С Новым 2019 годом! С Новым 2019 годом!